Так, ну что ж, всем еще раз здравствуйте. Apo Kings против Infamous. Я еще в конце прошлого матча говорил про то, что Infamous у нас довольно-таки сильный, ребята. Они себя очень достойно показали в DPC Южноамериканского региона. Прям очень достойно. Очевидно, что мы не ждем сейчас от них какого-то развала прямо в отношении Apo Kings of Kings. Мы не ждем Apo Kings развала, но они, может быть, поборются. Хотя бы если присмотреться, видно, что у них вот эти герои, которые они играли весь сезон. Почему-то им этих героев отдают. То есть у них там бешеный винрейт с Марсом, они его забрали. Они очень любят Shadow Demon. Там на нем игрок довольно-таки хорошо играет. Там диммер, МК, все это просто дается на изи. И как Apo Kings of Kings будет против этого бороться, черт его знает. Это для меня загадка. Так, по кэфам. По кэфам у нас видно, что... Что у нас там видно? То, что 1.30 у нас дают на Infamous. И 3.05 дают на Apo Kings of Kings. Вот на эту карту. Ну, а на сам матч 1.8, 6.5. То есть тут прям вообще все в абсолюте верят в Infamous. Но... Надо писать, в какой форме они вот именно сейчас по этой карте. Потому что, напомню, там кто-то может расслабиться. Кто-то играет посильнее, кто-то играет послабее. Ну, форма такая, она бывает всегда разная. И команда, которая, например, выиграла какой-то турнир, может действительно там играть не в полную силу. Есть хорошие примеры, допустим, Team Spirit. Которые The International выиграли, и они реально начали разваливать 2.4 на 7 всех оставшихся команд. Единственные, кто им начали давать сопротивление, это Европейский регион. В нашем регионе у них вообще не было конкуренции. Они там левой ногой всех обыгрывали. Вот, поэтому... Тут будет интересно. Тут будет интересно глянуть. Так как там, ну, многие игроки там довольно-таки новенькие. Есть шанс себя показать. Есть шанс там чему-то научиться хорошо развалить, в общем. Надо стараться. И вот сейчас можно стараться придумать, каких коров забанить, которые, например, крайне неприятны против Марса, Тимбера. Ну, и очень хороши подстап с Бабкой и Кункой. Во-первых, первая мысль это не Void. Как-то вот они его просто все время банят. Это такой, знаете, респектабельный бан в этом регионе. Вот где-где. А в этом регионе действительно к-то Void уважают. Чем-то частенько его берут. Даже если играть на нем не имеют, все равно забирают. Поэтому интересно посмотреть, что они сейчас будут с ним придумывать такого. Ну, и второй герой это Луна. Да, Луна это тоже мета. Причем самая, наверное. Вообще, Луна это, походу, вообще самый мета-герой. Самый простой. Если там долго не играл в доту, или если там есть знакомый, который только-только начинает. Вот если спамить Луну, это вообще самое крутое, что вообще, в принципе, может быть. Поэтому тоже рекомендую. Баны забавные у Oppo Kings. То есть они просто банят Оракла и Бэтну, и Абадона. Это два героя, которые оставляют бешеные палки в колеса Бэтрайдеру. Но, если честно... Там по-любому кого-нибудь еще найдут. И на одном же Оракле и Абадоне Мир сошелся. Там наверняка еще кто-нибудь есть из персонажей, который хорошо себя показывает. Вот. И в итоге где-то Инфомас обманули Oppo Kings. Скорее всего, Спорт Масс у нас будет, да? А, ну или Спорт МК. Спорт МК, скорее всего. Потому что они в итоге банили Оракла и Абадона. Видимо, думают, что МК, Кэрри, Марс, там, центр, Тимбер сложная. А в результате мы имеем МК, Спорт. Что тоже довольно-таки логично. Он не очень любит против Бэттика играть. И Морф на Кэрри. Вот. Теперь нужен герой для Oppo Kings. Я просто сходу говорю ТБ. Не очень хочется Кункой вот креировать против Тимбера. Это уж точно. Масс тоже, на самом деле, очень неприятный. В ближнем бою. Поэтому вот ТБ был бы идеальным. Там, допустим, Кунка сложная. Бэттик Мид. ТБ легкая. Будет один хороший обменяемый Кэрри, который может вообще победить всех. Но нет, нет, нет. Это Кунка Кэрри. Это то, что мне не нравится. Пуш потенциал слабенький. Под Галер он там, конечно же, будет кататься. Но у Информанса есть герой, который хорошо уходит от его покатушек. Кунка, конечно, красавчик. Как мы видели в глубоком лейте, там Морфлинг ему наваливает. А тут еще все это дело закрепляется Тимбером. Ну и самое главное, это то, что в миде матчап у Бэттика неудачный. Так как Марс против него стоит слишком хорошо. Он просто стоит, забирает вообще всех крипов. По КД кидает копье. Там что-то динает. Где-то кидает копье, чтобы Бэттик не смог лететь на Firefly. И Марс, наверное, вообще один из лучших матчапов против Бэттика. По крайней мере, в этом регионе. Последний раз, когда я видел, там был разбал. Там на линии игра закончилась. Там с одной стороны выбежал супер богатый Марс, который переехал всю карту. Ну, а Бэттик всю игру он там где-то дофармил свои шмотки, поэтому. Поэтому такие дела. Болеем. Болеем за Марфа. Морф тут самый-самый. Приятный. Вообще, кстати, я думаю, такая приятная игра для Марфа намечается. Контроля, конечно, противника много, но если БКБ нажимает, все, мы почти не уйдем. А учитывая, что в команде есть Shadow Demon. В отличие от OD, у него в игре будет тупо одна задача. Это просто бегать, советь Марфа, то все карты на руках. Так, ну что, классическая пауза. Поехали. Бэйн, бэйн, вежуху будет создавать. Так, кстати, всем добрый вечер. Да, вот пишет. Тикс, они сигнатуру взяли, плюс один. Они, по сути, взяли вообще все героев, которыми они разваливали в своем регионе. Я помню вот этих героев, вот только не так, чтобы они их пикали. Я помню, как все эти герои в бане сидели, когда мы комментировали. Поэтому... Тут прям... Надо будет... Apple Kings что-то прям невероятное вообще в этой игре показывать, чтобы они смогли затащить эту карточку. Умел... Тоже органы. Где ты смотришь? Так как все это сделано. ФБ у нас бегает, вардики расставляют. Киммер там перемещается. Такой стаб, что здесь ФБ сложно сделать с обеих сторон. Станов маловато. Там только Кунка, который не очень хочет качать аренду на самом деле на первом левеле. Дает блингер поприятнее, да? Ну и Марс, всё, единственное, что есть, это Марс. Очень сложно сделать ФБ и с одной, и с другой стороны, поэтому посмотрим, кто за МК. Как он с ёлки на ёлки прыгает. Куночка там уже разряжается тейдбрингером. Так, по линиям. Тимбер МК против Бэйна и Кунки. Ну, Тимбер получит третий. И МК пойдёт своими делами заниматься. Курьерчики хорошо снайпятся вот отсюда. Некоторые, кстати, даже вар ставят сюда. Курьеры бегут. МК всё это видит. И уже прыгают. Так, на самом деле, делают не многие. Но вот те, кто делал, я прям видел, как они реально разваливали там курьеров. Причём так нормально. Вот, я думаю, против такого агрессивного Лейна не очень хочется оставить в мир одного, да? Что пассивки может и не хватить. Вот, поэтому МК сначала поставил с ним, но вот он МК. Вот он первый курьер. Ну, а вот он второй, который под вышкой спрятался. Вот, он уже начинается. МК уже... И при этом, пассивок удачно. Он убил курьера прям-прям под крипчиков. Бейн, правда, красавчик. Он сумел таки сагрить крипов вот сюда. И теперь нужен Тимбер здесь. Нужен Тимбер, который поможет, поможет, поможет хоть что-то сделать. Иначе просто Бейн с гриппом это зафармит. Он даст тычку и заберёт. В МК пока нет палки. Тимбер нужно прийти вот либо... Ага, он... Короче, давай, Бейн! Кроссовчик! Лучший. Не, Бейн мужчина. Да, вот об этом я и говорил. Я рассчитывал, что Тимбер получил второй. Нет, второй он не получил, оказывается. Как бы он мог постараться с Верлинг Десом, там тоже урон есть. Был шанс. Так, что у нас сверху? Ну, тут Панга и Папка. Ну, такая себе линия, да, то есть до 6-го левела сложновато устраивать продушку. Панга это нам не Марс. Которого там закидывают печенькой, он ещё бьёт копьём и там ещё замедление. Ну, это далеко не то. А, ну и вот Марс. Помните, я вам говорил на драфте матчап? Беттик против Марса. Смотрите, вот Марс фуловый стоит. Смотрите на Беттика. Он уже... Ему уже разбили щи. Там вот мы видим то, что сделал Кунка ферстблат, да. Но, будем честны, тут тоже Марс был близок, поэтому... Такое. Тут у нас МКП отставился, его Бейн с Кункой переехали. В общем, вот тут внимание уделяю, да. То есть Марс 10 на 5, Беттик 4 на 0. Это супер выгодный матчап для Марса. Я даже не знаю, есть ли матчап, где может быть ещё лучше, чем Марс. Что он как бы... Он как бы типа миличник, но ранч атаки у него есть. У него ранч атаки 250. И всё, что делает Беттик, всё это просто вот это вот. Клопка нажимается, и что там не делал Беттик, он ничего не может сделать. При этом дэмэдж большая разница, 47. У Марса 43. То есть Беттик физически своих добивать не может. Слишком большая разница. 63 плюс топорик, тут 47. А разница огромная. Опа. Понимаю, как теперь МК убили здесь на этой линии. Им просто дерево срубили. И... Кункевич, давай, 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 беги, родной. Хорошо. Да, теперь я понимаю, как МК на этой линии убивает. Его просто находит на ёлке, и он падает. Ну, это уже хорошо. Но, честно говоря, много ВМ это не даёт, да? То есть даже смотря на то, что у Кунки хороший старт, вот мы сразу переключимся. Даже смотря на то, что Кунка забрал ФБ. Тиммер такой герой, что вот... Вот он реально сейчас вот просто пассивку настакает и всё. И там, несмотря на то, что у Кунки такой хороший старт, Тиммер всё равно своя берёт. При этом Морф вот на лёгкой линии, как и говорилось, тут линия... Ну, не то, чтобы она ему угроза там до шестого левела панга. Поэтому... Морф не имея Ферстблада. А, у Кунки есть Ферстблад, да? И есть фраг, он всё равно идёт с Кункой почти наздрём. Так, чё у нас тут? Васевич продолжает? Своим делами заниматься. И ещё даёшь ЧК рядом. И МК подошёл неожиданно. Надо было дизрабшит сразу давать. Ещё один дар нужен, ещё один, а там бандл страйка нет, да. Ну, значит просто прогнали. И печенька. И вторую, да. И работаем. Да, в общем... Ошибочка ТВК. Причём же Давид, я бы сказал, такие серьёзные довольно. То есть он пришёл на эту линию, устроил размен, в результате которого погиб Шаду Демон. То есть они дрались 3 в 2 и они 2 их потеряли. Сейчас ещё Марфу достаётся. Бабка хорош, безусловно. Бабка и Панга, они здесь размиквили, дай боже. Здесь что один, что второе, показали высшее мастерство. Но вот конкретно МК реально забайтил на фигню, как мы это называть. Вот. Ну и... Даже несмотря на действия МК, вот мы видим, что Тимберон потихонечку возвращается по Netverse, да. Марсу он уже Бетику объяснил, что вот там Бетик 5 левел, Мар 6. Бабулю... Тут вот Бабуля отдалась под вышку, поэтому она очень быстро взорвётся на линию. Вот. Ну и за счёт этих фрагов тут, конечно же, у Марфа есть небольшие... Да, есть мини-траблс. То, что во-первых, урна зарядилась, это неприятно, особенно для Шаду Демона. Во-вторых, Марф стоит, у него фласки нет. И фласку ШД он несёт, но он несёт её медленно, он точно правильно стакает. Так, тут у нас все временем бегит Бэй. Ка сидит на ёлке. Сейчас стараюсь понять, где замес будет. МК 2 левел, я думаю... А зачем он сюда пришёл? Вышать тимбер, взять шестой, да? А, ну ещё пофоткать его. А тимбер не даёт себя фоткать, он просто убегает на тимбер чейни и... По итогу уехал. Вот в этом плане лучше комбинацию реализовывать через CS корабль. И только потом кидать торрент на нежне. Итого, Кунку сейчас потерял очень много маны, сапога у него нет. А у тимбера имеется слой ринг, имеется ринг оф хеллс. Он же 6 левел, чтобы эффективнее по мане размениться. Нет, не ждёт, просто крипов лопит. Ну, просто спилы первого левела, они слабенько бьют, да? А вот ульта бьёт нормально. Поэтому ему 6 взять, но ему немножечко не хватило. Но, с другой стороны, может быть хватит Марса. Марс знает, что корабля у Кунки нет. Поэтому они вот так вот его накрывают. Там армлет, кстати. Второй тимбер. Ой, хорош, ой, хорош, Кункевич. Короче, не хватило, буквально чуть-чуть ему не хватило. Вот, смотрите, вот столько ему не хватило. Вот он взял, вот шестым баловым он убивал его. Так, что тут демона нашли? Его тоже разорвали. Хорошо, хорошая игра. И Бетик, тем временем, в наглую пушит центр. Нормально. Ну, пока мне очень нравится то, что они делают. Уважительные действия, уважительное перемещение. Сейчас ещё и Марса поддушат, промахивается копьём. Ой-ой-ой. Там МК, правда, рядом, да? Но может не уйти. Бетика ж лассо есть. Давай-давай, стакай, стакай, дружище. Он останется на том месте, Firefly ещё работает. Ай-яй-яй, закончился в последнюю секунду, да ладно. Но он добивает, да, баночка есть. Бабулю, может быть, даже Бейна заберут. Но, в любом случае, бить такого сочного Марса, это, в любом случае, респект пацанам. Баночку перезарядили ему. Баночку перезарядили ему. Будут очень быстрые травела. Хотя нет, не очень быстро, я обманул вас. Тимбер тут развлекается под вышкой, вот он бетик, но... Хватит мана ему, хватит ему просто. Мангусик есть, да, всё, с мангусиком хватит мана. Бочки, бочку кинуть хочется. Эх, закончилось. Удар постоянно не успел сделать. Да, мне кажется, Симмерчейн был лишним. Надо было бы разбежать. Но он успел дофармить худ, это важно. Он успел дофармить худ, но тем временем забирает морфлинга с тем самым шестым левелом Пангольера. Как раз вот они вместе очень хорошо продавливают морфа. Ой, везде, везде фраги просто по всей карте. Ничего себе. Смотрю, там, тут уже везде развалили. Так. Тимбер у нас на эту линию, естественно, вернётся. Морфа самое время отправлять лес. У него Фалкон, Блэйдморд, Маск, но здесь... Здесь Весел, да, и с Веселом очень легко забрать. Сейчас 30 секунд пройдёт, и они снова покатятся в него. Поэтому морф пошёл в центр, не хочет возвращаться на легкую линию. Бабуля находит рону Хастей и тут же валит. У Кункевича имеется армлет корабль, поэтому ему очень хочется в кого-то ворваться. Вот прям очень хочется в кого-то ворваться. И вышка снизу падает. Так, Смог, Весел, Раллинг Тандер, и нужно ворваться вот сюда. Нужен Финс Грипп. Тут Финс Грипп нужен по катушке, но... Пошли они... Ну, пошли они, как бы, видимо, думают, что сюда морф придёт. В принципе, он сюда шёл, да? В Old Shadow Demon это была неожиданность, неожиданная встреча была. Добивает. Гриппчики добивают встать. Да, в общем... Ну, мысль была хорошая. Они просто видят закуп морфа, не понимают, что такое морф. Уже на изичах армили треугольничек. И просто хотели там его словить. Так, из плюсов у них остался вард. Бейн снова идёт сюда. У него по-прежнему имеется Финс Грипп. Тут МК. МК собьёт Финс Грипп. Морф врывается, видит Бейна. А он видит его на варде точно. И Бейн старается убежать изо всех сил. Там, брейнсап в одного, там... Пичку в другого. Крипчика забрал. Ой, хорош. Всё равно мы его забрали. Ну и тут план не меняется. Тут по-прежнему есть Финс Грипп, есть Райлинг Тандер. Надо идти вот в него. Шот хп у парня. Вот он, бетти, кстати. Зонит Морф ленга от руны. А Морф нормально. Он такой крепкий парень. Он не жадничает. Он пошёл, маленький кэмп отфармил. Линю толкнул, пошёл там. Вот этот кэмп отфармил. Он прям вообще максимально осторожно играет. Вообще никуда не двигается. Вот сюда, рада, что под вардиком ещё может зайти. Знает, что там смог до этого был. Ну, всё хорошо, Морф. Всё хорошо также у Тиммера, который ставит сложные линии. Вот он тут просто царь и бог. Вот ещё Марс подошёл. Никакого под сейва у беттика нет. Да, здесь, конечно, уже у Тиммера просто сказка на этой линии. И вот его теперь очень тяжело убить. Вот когда беттик первый раз прилетел, у него худа ещё не было. Он его сжёг. Сейчас вот он качается. У него имеется худ. Это уже большое количество магического резиста. И тут уже бетику очень сложно его забрать При этом мана у тимбера очень много У него всегда будет мана Тут у нас в очередной раз Кунка Он попробовал осуществить комбинацию И в очередной раз противник просто ушел В прошлый раз это был тимбер на тимберчейне Сейчас это морф на вейформе И как-то вот Как-то уже смотрим мы на драфт Слева Мы смотрим на драфт кингсов И как-то у них не получается Вообще свои кулдауны реализовывать То есть корабль только что отдали в молоко Хотя под корабль круто закидывает папка В этих очередь дать лассон Тут день очень сложно подобраться кому-либо У Пангольера вроде бы есть ультимейт И даже статистика хорошая 301 Но что-то он вот не нажимает его Ну вот сейчас может быть получится Там Бэйн Слип дал очень хороший Финс Грипп например У кого-нибудь Бэйн Можно в него Нет ждет, ждет, смотрите Пока лупят тимбера Бэйн ждет Финс Гриппом И никто не подходит Возможно Марса контролит Чтобы тут с блинка не ворвался Интересно Ну и вот Они очень сильные Вот если так присмотреться Они очень сильные Не уходят То есть что у них есть вообще из нюков Какой-то яд шаду демона Ну вот Марс нормально дамажит Да? Ну и тимбер Вот они вдвоем Хорошо съедал Но видите Они вот выдали сейчас Вот Марс поставил арену Дал первый-второй Он даже саппорта не убил А кунька если выдает Крест аренд корабль Или еще тысячку стоит брингера Там саппорт почти моментально отваливается Я уже молчу про бабку Если она начинает закидывать Мортимер кис Там любой герой Падает кроме тимбера Поэтому им бы сейчас Посмелее Посмелее По части Заходить на вражескую территорию Устраивать разменщики Там тырить бунтосики Бороться за активные руны Им бы сейчас надо Играть максимально агрессивно Чем больше агрессии Тем лучше Смех у Марс Классный В общем Ганги все еще приветствуются То есть выходим Даем демоник пурш Рассказ Марса Ну и тимбер какой-нибудь Дамажит Приветствуется Но 5 на 5 не хочется Потому что опять же Марс Бэйна не может одолеть А Бэйн там самый слабый Бэйн это вот 2000 нэдерса Поэтому Сейчас немножечко Мы так подкачаемся Дождется тимбер лотоса С лотосом будет Попроще Попроще против Бэйна Против битрайдера Если например видишь Что он бетик налетает БКБ просто дает лотос Что бетик сам сяло Суду кинул нормально Морт Когда-нибудь кумбит Манта стайла Будет уже посмелее И там уже Какие-то перспективные Меча Кстати вот он ганг Вот он ганг Но Тимбер реагирует Да Тимбер реагирует Моментально уходит Тут у нас герои Что-то бегают Они не смогли ворваться Очень хорошая штука Панга Это Прекрасная Возможность добираться До шеду демона Всегда На любой стадии игры И вообще не позволять Ему кого-либо сейвить Так И тут Поставлен Вард Тут уже Марс Марс есть Марс есть Марс Где у нас Здесь Да Их двое Двоих мало У него просто 1700 хп Быстро Они ему Не сносят 1700 хп Вообще ни разу В итоге Марс подходит Сейчас Марс Идет 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 И Марса Вроде как не было видно Вот он шел Тут видит темнота Они возможно Просто понимают Что где-то здесь бегает Марс Потому что Тимбер вообще Быковым под Правышкой стоит Ну в этом случае Тогда хотя бы Лес подфармиваем Уже Уже мим Хоть что-то Очевидно Что нужно Куда-то вард Где-то вот Где-то вот В этой области Просто чтобы Видеть как набегают На них Рано 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 Сейчас Так Смотрите Вот он Сон Вот он Тимбер Тимбер Не кастует Да Знает что Марс Собьет Какой он умный Кстати Он знает что Марс Собьет Поэтому не кастует В итоге Тимбера все равно запинали Шадоу Зим Убьет Он реально Все это время Контролит Марса То есть уже второй раз Марс он Ждет когда Бен даст Финсгрип Чтобы сбить ему А Бен не дает Финсгрип Он понимает что Ему тут же собьет И вот Единственный момент Когда вот Вот так вот захватывают лес И тут вот Фармить вот эти точки Вард нужен Не здесь Вот этот вард По сути он не видит Как вот тут вкатывается панга Вард Вот сюда Нужно поставить Вот сюда И тут сентря Наперед ставит Война Марс вещь такой думает По быстренькому Кунку возьмем 2400 хп Да конечно Говорит МК Вот ШД быстренько взяли А вот Ну вот Кунка это Супер Супер сложно Ага у него еще и БКБ Это супер сложность Для них Тембер пошел И Марс Лотус есть Душат Бэйна всей семьей Сюда На миссии мира дальше На защите Вот он Пошел 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 Пилы еще нет Лотус на себя повесил Рано Там лосочек Панга покатился Лотус сейчас закончится Смотрите А он даже Не стал его трогать Он пошел дальше Вот это вот Рановато Лотуса на себя повесил Вот рановато Ну что-то команда Его не поддержалась Честно Нет Это не зафоловили Двух этих Инициаторов Так Ну слушай С такой игрой Многое меняется Интересно Что там По Infamous Такой игрой Прям очень многое Меняется Тут на самом деле Надо прям бдить Я вижу что Коэффициенты пока закрыты Их просто нет Раз их нет То Винлайн предлагает Кликнуть на баннер Получить 2000 рублей На депозит Игра намечается Интересной Просто потому что Infamous Ну обычно Они просто разорвали А сейчас Как-то они играют Но Какие-то такие выходы Знаете Там Марс Пришел сюда Начал Бить кунку Кунку 2800 Не знаю 19 минута Кого угодно Хочется бить Там Бэйна 1200 Панга 1400 Бэтика 1900 Но точно Но точно Не кунку 2800 Кунку 2800 Вообще Не надо трогать Пусть он там Пусть он там Фармит А у нас пусть мор Фармит Так Тимбир Тимбир У нас Пушит линию В позиции Находится Шаду Дему Для сейва Гонь Приняли Бэйн Красавчик Кстати Вот Бэйн В этой игре Очень много делает Вообще Я бы отметил Что Бэйна Он мне старт хороший Дал 1-3-10 У Бэйна Чмоточек Понятное дело Не много А как их зарабатывать Да Там На вардики На расходники Но Он прям Вот он Все круто делает Теперь осталось Чтоб Кунг Как-то Начал воевать Потому что Кунг У него уже много Корабль есть Торвала есть То есть Ему ничего не стоит Просто прийти Куда угодно Кинуть корабль Крест-Орент И развалить Вообще Ничего не стоит Вот он Пришел Вот они бьют Тимбира Лопит изо всех сил Шаде уже прогоняет Шаде Нужно сонам Удать Или с руки Просто бить В итоге Ничего не дал Тимбира Было бы здорово добить Бабуля поздновато Присоеднилась Ну вот он Вот он Вот он Души Один удар Один удар Вот так И вот он То есть Ему ничего не стоит Просто прийти Дать корабль Потом например Домой слетает Похилится Да Слетает Другой люди подфармят Ему Вот ему прям в кайф присоединяться То есть Каждые 70 секунд Мы кидаем корабль Потом Потом фармим И Тимбира Мы в целом Расценим как большой крип Тут тем более У нас еще МК нашли Да Его убили И что-то пока Инфонус меня вообще не радует Я их тут расхайпил Рассказываю Какие они классные Напомню Они топ 2 ДПС своего региона А тут вообще Какие-то холодцы Зашли на матч Реальные холодцы Они просто Что-то вообще Бегают там По одному Ладно Они бегали там Знаете Аккуратненько Так подфармивали Сочек Вышел на линию Запушил Нет Тут Тимбир просто стоит На пофиг Под вышкой Куда еще Лепорты Герои делают И его разваливают Короче Короче пока Совершенно Другая игра От Инфомус Напомню Они также По По минлайну Они были фаворитами Сейчас вот человек Такой сидит И не знает Какой коэффициент На них ставить Там по-прежнему Пусто Он сидит И это высматривается Думает Что за фигня происходит Так Ну что ДДшечку уберем Поехали Еще разу Кораблик Вот он Вот Четыре героя Просто Корабли с песней Весел Тем более Есть у панга Нашли кауты Да Нашли Опа Нашли МК МК нашли Правда Бейн разменяли ШД у нас Никуда не уходит Марс Марс Марса Тоже его поймали У него БКБ нет Он рассыпается Мгновенно Вы посмотрите Какие они сильные И я не понимаю Куда идут Инфомус Что делает Инфомус Они реально просто Прут 5 на 5 Причем без морфа То есть с одной стороны Морф 800 хп Который бьет Наносит дэмэдж Тока Если он перекачан Ловкость Он пока не готов Потому что БКБ Он нет Без БКБ Он тут вот Будет взрываться А с другой стороны Кунга бегает С армлетом У него уже 3000 хп Он плотный Как не знамы что Он просто вот Выбегает Один в толпу Ну и дэмэдж Видите да Он на уровне Бэтика делает Инфомус Вместо того Чтобы дождаться БКБ на морфе Они реально Лезут лоб в лоб Зачем Только гангать Только гангать В итоге Лассо есть Там крест Таренда Слышали да Эту историю Да То есть Только ганги Для инфомуса Сейчас актуальны Вот эти вот Лобовые столкновения Это Подписать приговор Самим себе Вот он кунга Кстати сейчас Морф нормально въедет Да Морф Вот он Вот только с морфом Они убивают кунгу Потому что он вкатывается Много дэмэджа Он его лупит Здесь еще такой момент Удачный был Аренку поставили Вот Вот так вот Выйти вдвоем В одного Принять и уйти Все Вот Пока вот это Сейчас вот БКБ у морфа Уже попроще Да будет Сейчас уже с морфом Как вариант драться Но без него Не стоит Даже не стоит Дэш пытаться Панга пошел Душить Ульта имеется Весел висит Бабка Закидывает третью Там еще морф забрал Бэйна у нас Тем временем Где-то вот здесь Да То есть Размен один в один И бэтик 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 У нас старается Уйти У него БКБ есть Есть БКБ Панга Нужно отступать Или ты развалишь Серьезно? Панга Да Отступаем 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 Все Морф в игре Классическая игра От морфа Пока БКБ не будет Вы меня не увидите Обычно Это говорят морфы Все всегда Своей команде Ну как минимум В паблике Возможно В этой он игре Их не предупредил Поэтому они так Рецво играли Кто его знает Так Какой Субтитры Субтитры Отступаем Уф Дом Пеметра Их Если Ты Их Уф Их Уф Их Их В Их 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 Продолжение следует... 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 Какие-то они смелые, вы не находите? Значит, очень смелые. Там просто аегис у людей, там маленькие кулдауны. Там реально маленькие кулдауны. Там уже корабль есть, эта штука есть. Бейн с ультой, бабка с ультой. А они реально, они реально не бакуют. Пока нет имера, вообще, тут уже можно налетать. Там бэтик, он еще 20 секунд по живой драке, он развалит тут всех. Тем более, они видят Марс. Вот он, Марс, просто впервые с песней. Еще, кстати, странно. Ну, кстати, он такой нормальный. Аегис на панга норм. Сейчас идеальный момент, просто войти и закончить. Вот сейчас вот поймать на ларде кого-нибудь. Давайте байбеки уже посмотрим. Сейчас байбеки очень важны. Байбеки. У Марса вот нет байбека, он идет, смотрите, он на ларде пошел. Вы же он бычара. Видите его? Вот, смотрите, бабка просто ему прописывает. И вот он, бэтик, сюда давай, ну-ка. И этого тоже. Марс, правда, ушел, кстати, молодец. Но, но, но. То есть... А, Тимир, 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 не, он Тимир никуда не уйдет. Спойлер, да? Вы это живи! Они реально просто идут во вражеский лес. Мужики, вы что творите? Бегите, бегите, глупцы. Похоже, никто, похоже, никто никуда не убежит. А Весел душит. Только что развалили пятерых, там бегают пацанчики с Аегисом, и они просто прут вот так вот, вот так вот просто прут по прямой. Пятнадцать тысяч, ё-моё. Как же их разваливают? Бэтик полетел. Как же их разваливают? Ну, я вот еще вырос, что он какой-то богатый. Он реально богатый. Семнадцать тысяч. Октаринчик уже есть. Бабуля, знаете, не то чтобы берущаяся цель, у нее две шестьсот жизней. Не, можно, конечно, за ней побегать? Можно, можно. Но она очень плотная. То есть быстро они ее не заберут. Еще и мансит, вы посмотрите, как мансит бабуля. То есть быстро они ее не забирают, да? То есть, ну, вот они ее забрали, но там... Что-то Кунг уже с Травлов приехал. Кстати, вот с Сильверейдж здорово. Пассивка Тимбер. И что-то уже Шадоу Демона забирает, который там бегал. Ну и, напомню, за бабулей бегает два хора. То есть, вот такая бабуля быстро не падает. Две тысячи хп. Блин, она... Попробуй, возьми такую бабулю. Она... Она тебя сама возьмет. Она тебя сама возьмет. И они реально бегут за ней. Ой, двадцать тысяч. Ну, короче, мы теперь знаем, как они зайдут на хайграунд. Мар с Тимбером, как обычно, пойдут... Ну, куда-то вот сюда. Вот в эту область. Они уже два раза сюда ходили. Два раза умерли. Акунка потом их убьет и зайдет на базу. Морф, без линьки. Без линьки. Бетик полетел. Значит, два героя в таверне. Лассо дает. БКБщик Морф успевает. Помощь, помощь, помощь. Ой, хорошо. Финсгрипп, Финсгрипп. Пошел. И Панга. Продолжай, продолжай, продолжай. Саленс от МК. Саленс. Спас МК. Спас Бартуху. И Бетика разорвал. И по щам надавал. Ну, все. С детства за МК четверку. Он сейчас, по сути, игру им спас. Ну, и так. Спас, это не значит, что... Как бы игра выиграна. Но вот сейчас бы игра уже закончилась. Если бы вот сейчас вот убили Морфа, все, игра бы закончилась. А так есть маленькая надежда. Маленькая. Кстати, нормально он денег заработал. Косарь. Косарь 100. Что, может быть, они где-то еще сделают хороший командный мув. Но есть маленькая надежда. Потому что когда-нибудь Морф начнет играть. На моей памяти за всю игру он один раз только вот здесь вот на Рошане ворвался, убил кунку и все. Больше я его не видел. Помогите найти Морфа. Помогите найти парня Кора. Просто противник уже 40 фрагов сделал. И его команда спрашивает. Мужик, ну когда? Уже 35 минут играем. Давай. Время. Носите импакт. Мне кажется, они сами сидят и думают, как мы эту игру еще играем. Ну 40 на 16. Че 35 минута? Как мы еще держимся? И обратите внимание. За счет того, что они здесь хорошо прыгают драку, они забрали героев. Там плотные герои как-то были. Забрали вышечку. Забрали Рошана. Сейчас есть маленькая надежда, что с Эгисом они еще разок хорошо размяются. Вот если Морф рубает БКБ, у него 46 брони. Кунка жесткий. Кунка вообще. Кунка просто монстр. У него 6 ладов. Армлетик, Змит, Станик и все. Но 46 брони кунка не пробивается. То есть это, скорее всего, будет пробивать какой-нибудь бейтик потом напалмом. ШД поставился плохо. Бегите. А, бежать, бежать. ШД поставился, ШД очень много в этой игре делает. То есть, как минимум, вот, знаете, иногда бывает так, что против... Ага, тут еще МК поставился. Бегите, глупцы. Беги, молодой. Прыгай. Давай, мужик, тащи. И еще. Пошел, пошел. Хорошо. А тут тем временем тимбер. Да ладно, они все живы. Так вот. Бывает такое, что ШД... Ну, иногда, знаете, неэффективный. Там какой-нибудь... Есть герой, который стреляет. И в ту зал он выпил его ультимейт. А вот тут вот может быть ситуация, что... Допустим, он кинет ультимейт на Кунку. Кунка будет дико замедлен. Допустим, крипы уже все мертвые. Тут крипы быстро умирают, да? Там что-то пангольер катается, бетрадик все сжигает. То есть, может, крипов рядом и не быть, чтобы ударить с флешем. И героя, может быть, рядом и не быть. И вот здесь ШД, оно... Ой, МК все-таки уехал. Ну, допрыгался, черт. Что я могу сказать? То есть... Здесь, в общем, есть шанс, что... Огромный. Что... Вот прям реально он даст ульт на Кунку. И, может быть, он даже эту мультимейтную игру выиграет. Единственное, я вот... Я искренне верю, что сейчас вот с Аегисом они подерутся. Хоть как-то. А у них МК отдался. И МК, напомним, прошлый замес им выиграл. То есть, сейчас они идут драться без МК. Они идут драться без МК. Мужики, МК нет. МК он замес выиграл. Помните? Помните? Ну, они такие заходим, парни. Пангольера. Который просто выходит из всего. И лупит морфа. Можно, кстати, с ДД. Но он еще ни одного удара за драку не сделал. Первый удар, второй, третий, четвертый. Все, пошла. Пошла душка. Работаем под сатаником. Лупим Кунку. Хорошо. Изо всех сил. Давай, родной. Работай, работай, работай. Ты один против всех. Почему? Потому что МК умер. И вы пошли драться. Черт его знает зачем. Нафига. Ой. И ворвались они, ну вы видели, да? Я вот очень долго распинался. Ну, я люблю распинаться. Распинался. Почему вот Пангольер в этой игре очень хороший танк. Я говорил, что он там что-то прыгает. 1300 хп. Он от всего уходит. Там что-то первое. Ульта катается. Его не надо трогать. Он еще шилдкрашем прыгнет. Героя получится. Не надо его фокусить. У него еще шмотки. Посмотрите, у него шмотки. Он как бы не дамажит. Он танк. Чистый-чистый танк. Он супертанк. И они реально втроем прыгнули в Пангольера, который просто задолжил все их механики своими способностями. Когда у них не было МК, который им выиграл замес. И у них был шанс. Но теперь вот... Теперь даже не знаю. Без Айгиса тут нечего ловить. Вообще нечего ловить. Так, кем вернут. Ну, вы видите, да? Как он хорош. Как Панга в этой игре хорош. Как он много делает, кстати. Превосходит богов. Ничего себе. Взук сейчас обратил внимание. И бабуля. Спасай, спасай. Слип. Слип. Помогите, помогите ему. Не помогли. Ну ладно, кунка. Нет, тоже. Я думал, время мести, а оказалось, что нет. Пытаются что-то. Там БКБ просто. Он уходит. Ну, такое. Не, сегодня Infamous даже не топ-2 от DPC Южной Америки. Сегодня я смотрю на игру Infamous. Это какие-то, я не знаю, какие-то холодцы, которые там, наверное, бы упорно бы сразались за то, чтобы остаться в первом дивизионе. Ну, серьезно. Сегодня они играют как я не знаю что. Что это за игра, мужики? Они там праздновали, что ли? Они там празднуют до сих пор, что ли? Все, все еще. Чисто под пивас пацаны ворвались. Вот те, кто смотрели Южную Америку. Я, кстати, всем еще раз привет. Наверняка, ну, кто-то из вас, ну, в это время, если уж вы смотрите этот турнир, то, скорее всего, вы смотрели Южную Америку, она же в это время шла. Они совершенно по-другому играли. Они реально играли хорошо. Они играли в разы. Они вот этих ребят, они с этими вот ребятами, они этих ребят разваливали вообще салатень в одну калитку. А теперь знаете, что происходит? Теперь Пангольер разваливает их в одну калитку. Пангольер. 14-1-23. Вот здесь его забрали. И то это потому, что он тут уже далековато дошел. То есть они их месят Пангольером. Далеко не имею этого героя, но он, на самом деле, здесь хорошо играет. Прям респект, пацану. Респект, уважуха. Вот досносит, ничего себе. Жень, что происходит. Просто качели. Так, что там по кэфам? Мне уже интересно. До сих пор нет? Ну, как бы, да, их нет. Человек такой думает, да, закрою-ка я их от греха подальше. Тут какая-то уже вакханалия начинается. Че, там Керас есть. Таник есть. Все, ну вот все, ну все. Вот шесть слотов у мужика. Давай, Мор, все. Больше тебе не надо. Ну, вперед. Давай, заходим в драку, жмем БКБ, райдклик в кунку. Если не мы его, то он нас, поэтому и убиваем. Уже можем. Уже можем. Вообще Беттика хорошо убить, да, у него 13 брони. То есть кунка, ну, побольше. Беттик прям реально ватный. 13 брони. Морф, у которого 350. Знаете, у него броня, кстати, 55 брони. Ничего себе. Короче, Морф, у которого вот столько урона, он Беттика быстро разорвет. Если дособерет линку, то вообще может смело врываться в него, прям вот выставляя там тратить ресурсы на сбитеренькие. Тимбер оделся. Страна стоит, кстати. Барак почти убит. 70 тысяч в этом регионе отыгрывается вообще. Like and pay. Мы тут пока смело сидели, чего я только не видел вообще в этом регионе. Тут что только не отыгрывалось. Вот вчера у нас отыгралось 20 тысяч преимущества Aegis, причем мгновенно. Сегодня еще была забавная игра, когда одна команда имеет Aegis 10 тысяч преимущества, через минуту у них минус две стороны. Это вообще самый быстрый переворот, который когда-либо видел. Последний год как минимум. После переворота, когда ВП доминировали, но у них не было ни одного байбэка, и GD выиграли одну драку, пошли снизили трон. Вот сегодня переворот был, наверное, второй по эпичности после того. Так, ладно, давайте минутку. Минутку молчания. Максимус, тебе тоже от души. Я, прости, но я ору. Нет, я говорю, как они... Я говорю, что они хорошо играли. Но это очень важно. Они хорошо играли. А сейчас, вот конкретно сейчас, они ужасно играют. И не знаю, там... Знаете, бывает такое, что у вас есть один подпивасник, и он реально там... Ну, руинит, остальные стараются. Тут как минимум подпивасом Morph, это как минимум. Еще Mars с Timber там, видимо, вместе чисто... Развлекается. То есть я просто смотрю на их действия, и они все еще могут выиграть, реально. Вот МК реально старается. Вот смотрю на МК, я понимаю, что он потихонечку одевается. У него, смотрите, у него... Башер, Сайленс, БКБ. Он... 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 Сайленс догнал Панетурсу, выкупаете. Так. Не самый лучший ульдизраптера. Все равно... Диммер здесь. Не убьют. Морф, 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 братан. Давай, тащи. Шесть лотов. Все, бей кого-нибудь, кого-нибудь. Две волны. Пошел. Кого? Две волны. В кого он? В Панго, боже мой, мужик. Ко чем ты прыгаешь, Панго? Что он тебе сделал, этот танк? Вот он. Бей Кунку. БКБ закончится скоро. Убить Бэтрайдера. Хорошо. Один удар. Дорс делает. И что, мужик? Арена ни в кого. Как же... Как же они ужасно провели драку. И самое забавное, что они эту драку выиграли. Это настолько вот... Скажем так... Хороший у них герой в лейте, что они прям вот... Ну... Ну, реально, герой очень хороший, согласитесь. СМК очень сильно лейт. Да, там вот эти процентажники. Там вампиризм 70%. Криты 200%. То есть 25. Это очень сильно. Ну, морф это вообще один из самых ультиматических. Активных лейтов. Ну, катается 58 броней. Кунку его целая вечность будет бить. То есть, реально сейчас драка была. Вот они напали на Тиммера. Его хорошенько продушили. Морф потратил две волны. Снова влетел в Пангольера. И... Ну, как бы ничего не произошло. Пангольер снова от него ушел. МК поставил арену вообще ни в кого. И даже с такой кривой дракой, где... Можно было все делать в разы лучше, да? Там, словом говоря, сразу морф врывается в Кункевича. Сразу убьют... Там... У кого-нибудь Бетика, там, Кунг. Кого угодно. Они все равно выиглядят драку. При том, что они оставали 18-19 тысяч. Я говорю, это вот... В этом регионе... 15к это, походу, вообще не преимущество. Хотя, в принципе, да. Че, удивляюсь. Я паблики, помню, играл в этом регионе. Там даже когда у нас 20к преимущество было и 20 тысяч преимущество, я все равно игры проигрывал. И выигрывал в обратную сторону. Я помню, Терафан игры. Там надежда была в пабах, только если взять какие-нибудь китайцы, играют там... Не знаю, директора его компании. Вот тогда надежность была. А так это забавно. То есть они по деньгам всю игру уступали. Всю игру уступали. Коэффициентов вообще не было последних где-то минут 10. Я все время альтабу и смотрю, их нет. И они реально выигрывают игру. Представьте, они проигрывают 15-16 тысяч. У них тут бараки почти были сломаны. И они буквально за 2 минуты просто вот идут и разваливают базу. Трон. Чтобы понимали, преимущество даже до сих пор у противника. Игра закончилась. Какая же это рвань. Какая же это рвань. Это забейте. Это просто забейте. У меня нет слов. Ну, кстати, Максимум, ты можешь быть рад. Ты там скаловой 70к залил. Ну, вот, пожалуйста. Обращайся. Ну, это смешно. Да, ну, кто-то реально нормально поднялся в этом матче. А по факту что? По факту просто Морф нашел свою команду. Он реально ее нашел. То есть он всю игру был где-то, его вообще не было видно. Он там бегал со статистикой, не знаю, 2-5, 3-5. Ну, там вообще ничего не было. Он всю игру фармил. Фармил он свои 5 слотов. Он 2 раза пришел в драку. Первый раз он подрался более-менее. А второй раз он просто игру выиграл. Поэтому. О, кстати, они уже здесь. Сейчас сюда прыгнем. Поэтому, ну вот, он просто... Он оделся, все, игру закончил. Это очень-очень сильный кэрри. Кунка молодец. Видите, Кунка. Он старался, он там плавал. Он 6 слотов, Кунка. Ну, мы прекрасно с вами понимаем, что... Ну, Морфау, которого там больше 50 брони. Кунка, как бы он его ни бил, он никогда в жизни не перебьет. Ну, остальные герои тут. Надежды 0. Поэтому, что, респект Infamous. Это прежденные шоумены. Как там говорится, разогнали к F, все, и поехали заканчивать. И заехали заканчивать. Все нормально. В общем, такая у нас первая игра. Я надеюсь, всем вам понравилась. Но. У нас будет еще вторая. Что будет в ней. Мы с вами узнаем после рекламного. Нет, музыкальная. Рекламно-музыкальная пауза, да, вроде так говорят. Все, давайте.